Ребят, всем привет! И новинка роботов-пылесосов с лазерной навигацией с построения карты. Робот-пылесос Walkings Cosmo. Это немецкое качество с пожизненной гарантией на турбину. Вот так вот немножко я заляпал коробку. Погода подвратительная. Вот так он выглядит. Тарам-парам открываем. Открываем. И вот у нас гарантийный талон. Гарантия на него составляет 3 года. Это достаточно неплохо. И должна быть не слабая комплектация здесь. Так, гарантия. Лидар защищен у нас вот такой вот штуковиной. Так, давайте смотреть комплектацию. Она здесь достаточно богатая. Даже, я бы сказал, очень богатая. Первое, это у нас док-станция. Вот станция с контактными площадками. Немножко она выгнутая вот такая, чтобы робот-пылесос, ну, со своей тоже круглой геометрией мог подключаться. Так, 20 вольт, 2 ампера выдает. В нижней части у нас противоскользящие вот такие вот наклеечки. И подключение питания. Так, вкладываю сюда. Дальше. Что у нас тут? Наверное, у нас адаптер. Да, я угадал. Вилка у нас по-любому европейская. Да, тяжеленький, хороший. 2 ампера, 20 вольт выдает. Покрыто все защитными пленочками. Подключается с помощью штекера. Далее. Тут у нас идут щетки и прочее. Так, микрофибра. Да, ребят, вы не ослушались? Микрофибра. Этот робот-пылесос имеет контейнер для воды и тряпочку для влажной уборки. Микрофибра его. Вот так вот. Раз, два мы ее снимаем. И вот здесь вот, посмотрите, вот здесь вот происходит подача воды непосредственно на нашу тряпочку. То есть мы ее предварительно смачиваем, а потом уже в трех точках у нас будет вода сама течь. И вот так вот открываем, заливаем воду. Кисточка для того, чтобы мы могли выметать мусор. Две щетки, я так подозреваю, что мы сейчас установим на наш пылесос. И две запасные. Возможно и нет. Левая, правая, на них обозначение присутствует. Так, еще у нас здесь остались нераспакованными одна коробочка. В этой коробочке у нас что? У нас дополнительный хепа-фильтр. Дополнительный. И магнитная лента. А, вот дополнительный хепа-фильтр, правильно я сказал. Микрофибровая тряпочка. И магнитная лента, ограничивающая... Ну, то есть, чтобы мы могли ее где-то наклеить. Как у робота-пылесоса сиомишного тоже было. Мы его наклеиваем. И робот-пылесос через нее уже проехать не может. Ребят, не пытайтесь просто покупать магнит. Тоже есть такая магнитная просто лента. Не получится. Потому что здесь они как-то хитро делают. Там какое-то поле магнитное специально подбирается. Я пробовал, не получается. Итак, посмотрите. Вот такой вот хепа-фильтр. А она в задней или передней части. Я даже не знаю. Вот для задержки толстой, не знаю, шерсти или что это. Такая вот какая-то еще толстая такая резиновая штуковина. То есть, сравнивать его можно реально с роботом-пылесосом Xiaomi второго поколения. Потому что присутствует влажная у нас уборка. И краткое руководство по использованию на русском языке, что приятно. А не на китайском, а не на английском. И в принципе здесь все, все-все-все понятно. Даже от скачивания приложения до самого устройства робота. Все, по-моему больше ничего нет. Да больше нам и не надо. Остался у нас только робот непосредственно. Он тяжелый. Основные характеристики. Аккумулятор у него литий-полимер в 6-700 мАч. Что позволяет ему убирать в районе 150-200 квадратов. В районе, ну где-то в районе до 2 часов. 100%. Потом, сила всасывания 1600 паскаль. Довольно не слабо. Проезжает он порожки до 2 сантиметров. Время работы, как я и сказал, до 120 минут. Фильтрация ХЭПа. Объем пылесборника 0,8 литров. Так, вес примерно 4 килограмма. И размеры 9,5. Очень маленькая высота. До вот этой вот точки всего лишь 9,5 сантиметров. Что позволит ему проезжать, ну, под мебелью точно. 35 на 37. Время зарядки где-то в районе 2,5 часов. Лазерная навигация. Построение карты помещения. Управление с мобильного телефона. Сухая и влажная уборка. Робот-пылесос вот такой интересной формы. То есть он не совсем круглая шайба, а продолговатая штуковина. Итак, смотрите. В нижней части у нас, давайте вернее с верхней. Вот это вот резиночку мы снимем на всякий случай. Это защитная резинка при транспортировке. Металлическая верхняя часть. Полностью металл. С таким вот как бы гравировкой, фрезеровкой. Здесь расположен лидар. То есть который постоянно вращается и строит постоянно карту помещения. То есть это робот-пылесос умный, классный и интересно должен, что он все убирает. Проезжает сначала вдоль по углам и потом начинает уже в центру. Бампер присутствует у нас. И посмотрите, он разделен на зоны. То есть чтобы робот-пылесос точно знал, какой стороной он ударился. И присутствует раз-два. Это ультразвуковые приемники, а это сам ультразвуковой датчик. То есть такое как эхо получается. И он дополнительно не ударяется. То есть вот раз. И если уже где-то этот датчик пропустил какую-то ножку стула, тогда уже срабатывает уже физический бампер. То есть бампером он практически не бьется. В задней части у нас выдув. И контактные площадки для тоже металлической. Ребята, конечно, вот очень классно. Мне очень нравится вот тоже металлическая пластина. Две контактные площадки для подзарядки. А, ну и соответственно еще кнопка clean. То есть там не обязательно использовать мобильное приложение. Мы просто можем нажать clean. И он сам поедет с базы на уборку. Датчики высоты всего их 4 штуки. То есть чтобы он нигде не грохнулся. Боковые щетки. Левая, правая. Тут у нас аккумулятор расположен. Поворотное колесо. Прорезиненное шасси. И контейнер, который находится вот в нижней части. Здесь соответственно у нас всасывание. И, ребят, на задней части у нас еще одно колесико. Чтобы он, когда заезжает на какие-то препятствия, не терся задом, а не застревал. А вот на этом колесике проезжал. Здесь же у нас присутствует кнопка физическое включение-выключение. Ну, в принципе, и все. Вот еще его характеристики. То есть вольтаж 14.8. Сразу серийный номер. Скрывать не буду. Боюсь, потому что, чтобы не было нарушения гарантии. Легко вытаскивается. Перейдем непосредственно к внутренностям. То есть вот тут у нас еще стоит перед турбиной такая вот сеточка. Чтобы туда, не дай бог, никакой мусор не пролетел. Если мы вдруг включим без... Не знаю, если он удаст, конечно, включить без контейнера. Возможно и нет. Потому что тут должна быть умная система. Так, как же он снимается, ребят. Вот, раз. А, ну, вот мы достали. Ага, и тут еще вот приоткрываем вот так. То есть достаточно удобно. Это я снял просто хэпа. Давай пока. Раз, два. Присутствует шторка, чтобы мусор не высыпался. Вот мы достали его. Под углом лучше держать, чтобы шторка была закрыта. Клац. Все. Отопен. Простота. Объем этого мусорника 0,8 литра. Что позволит вам где-то не убирать его, не чистить. Дня три так точно. Опа. Ну, правильно я вставил этот хэпа. Да, вот так вот. Все. Резиновая заглушка присутствует. Чтобы мощность нигде не рассеивать воздушную. И вот здесь то же самое. Клац. Поднимаем ручку. Поднимаем и закрываем. То есть он не выпадет только потому, что здесь заглушечка, вернее, защелка. И здесь защелка. Установка щеток. Дело простое. Единственное, вот надо не перепутать левое и правое. Вот у нас правое, вот у нас левое. Просто защелкиваем их. И то же самое, если нам надо, мы их просто выщелкиваем. Вот таким вот образом. И одна крутится, вторая, но в другую сторону уже не крутится. А вот здесь у нас расположен аккумулятор. Компания Vulkins Electronics, это Германия. Германия, она является одним из лидеров в области построения различных навигационных систем, робототехники, лазерного дальномерного оборудования. 15 лет производит профессиональное навигационное и автономное оборудование. Так, включил. Кнопочка клин у нас засветилась. Так, и давай попробуй. Старт. Приятная музычка заиграла. 60 децибел у него уровень шума. И посмотрите, сразу вот лазер начал вращаться. То есть, он это делает постоянно. Ну, я, вернее, сейчас запустил просто в уборку. И красивая вот такая вот здесь подсветка. Действительно, вещица очень стильная. Вот внешний вид мне... Видите, на английском он разговаривает. Негромко. Негромко. Ну. Так, ну что, со стола не упадет? Нет, не упал. Я немножко подстраховываю сразу он раз. Но на самом деле ничего не будет. Вывешиваю. Видите? Видите, да? Что произошла ошибка. И он... Я его поднял. И он сразу мне сообщил, какая ошибка. Сканирую QR-код. Чпонс. Все, в принципе, четко понятно. Просто взять, сосканировать. Все по-русски написано. В принципе, ни для кого никаких проблем не составит. Приложение доступно как для Android с версии 4, по-моему, 4, так и для iOS. И можно оттуда же скачать инструкцию. Ну и вот. Волкингс Космо. Робот-пылесос установить. Информация о мобильном приложении. То есть в реалтайме мы можем смотреть, где у нас находится наш робот-пылесос. Точно так же с любой точки страны, мира, земного шарика мы можем отправлять его на уборку. И создавать различные шедулеры. То есть время, когда он будет убирать. После быстрой регистрации вводим email и какой-то пароль, нам предлагают добавить наше устройство. И для этого нам нужно необходимо удерживать кнопку clean в течение 5 секунд. И девайс нас не поддерживает работу в 5 ГГц сетях. Только 2,4. Ну, думаю, что это не... Вот, сейчас произойдет конфигурация. Так, нажимаем next. Разрешить. И вводим пароль нашего Wi-Fi. Происходит подключение нашего робота-пылесоса к нашей домашней Wi-Fi сети. У нас дома может быть более одного робота-пылесоса. То есть на разных этажах. И, в принципе, поэтому выбираем, допустим, вот этот. Само приложение тоже простое до безобразия. Кнопка старт, запуск нашей уборки. Сколько он проехал квадратных метров, убрал. И сколько минут потратил на это. Такс. Плэсчек. Ага. А, и вот уровень заряда батареи. Настройки. Тут мы можем ему делать различные планы работы. То есть когда он будет повторять раз, два, три. То есть на каждый день недели мы можем создать их несколько. То есть вот, допустим, 17.49 у нас будет санды. Следующие. Опять мы вот хотим в ночи, чтобы он нас поубирал. Ну и уже вообще выберем все-все-все дни недели. И, допустим, очень удобно, ребят, в этом плане, что, допустим, днем, когда вы рабочий день, допустим, он начнет убирать в 10 часов утра. А когда у вас выходные, он будет убирать пусть в обед. Это тоже достаточно удобно. Следующий момент. Записи, уборки. Ну, у нас сейчас ничего еще здесь нет. Настройки. В юзер-центре мы сможем изменить логин, можем изменить пароль. Девайс-менеджмент наш никнейм, девайс-айди, синхронизация времени. Голосовое у нас, ну, не управление, а голосовые команды, которые он будет выдавать. И breakpoint clean. Это, я так понимаю, что-то связано с точкой, где он остановился. Он опять начнет оттуда уборку. Ну, я выключу на всякий случай. Девайс-селекшн и есть возможность обновления прошивки. Сейчас версия 2.04.47 и сброс на дефолт. Все, техническая поддержка. Сразу мы можем совершить звонок. И вот про нашу, так сказать, вот отсюда старт. Запускаем. Так, уберу я бумажку, чтобы он ее не всосал. И сейчас пойдет он строить карту помещения. И мы можем сразу же будем ее наблюдать. Вот, практически в реал тайме он ее выстраивает. Слушайте, два режима мощности присутствуют. Вот normal, это сейчас включено экологическое. Это типа как экономия батареи, эконом. И normal. Наверное, мощность увеличилась, ну, на порядок. Где-то, ну, не на порядок, но ни разом в два. Но ощутимо громче, послушайте. Эконом, тут, наверное, 1000 паскаль. И максималка, это 1600. Ну что ж, запущу. Немножко на мусорел положу коврик. Это просто такие вот небольшие тесты. Вы, кстати, не пропустите момент, когда вот этот робот-пылесос будет сражаться с другим роботом-пылесосом. Смотрите, как он отъехал. Круто. Где-то, наверное, на сантиметров 70. И сразу же такой раз-раз-раз. И сейчас будет строить карту вот в режиме реал тайма. Пока плохо видно. Я попозже вам покажу. Половина заряда аккумулятора. Комната где-то 17 квадратов. Смотрите, без проблем. Забрался на ковровое покрытие. Причем там где-то, наверное, сантиметр был такой бордюрчик. По нему классно вот так раз. И все. Он пошел убирать по углам. Видите, он вообще не дотрагивается бампером до препятствия. Потому что у него стоят эти вот эти вот ультразвуковые датчики. То есть бампером он может удариться только если будет стоять какая-то ножка от стола, от стула. Вот. Я остановил, поставил на паузу достаточно быстро. И вот посмотрите, разным цветом. То есть там где он проехал, вот можно увеличить. Видите, там где он проехал по бокам, отмечено, что он проехал. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Единственный косяк. Вот там вот. Но почему? Потому что коврик уехал вот туда. Он просто... Это мой действительно такая вот недоработка. Надо было коврик просто закрепить. Он просто взял его и утащил. Мощности достаточно. Поэтому он его просто утянул. А так в целом посмотрите, где был рис. Ну все, нет рис. Все внутри. И всасывал он достаточно неплохо. И действительно построил классную картографию. Вот вы можете на нее посмотреть, все закрашено таким вот светло-темно-синим, не знаю, цветом, правильно построил. Там шкаф стоит, там этот, ну и тут вот он, где я стою, куда я ему мешал идти. Вы спросите, что же находится под пленкой? Под пленкой находится пластиковая такая вот штуковина, и она немножко собирает пальцы, ну, потому что она все-таки такая вот глянцевая, да? И вот так вот, точно так же радиальные круги у нее здесь красивые, ну, и эту штучку я тоже, в принципе, не рекомендую сразу же снимать. Это все-таки защита, пусть она выглядит не очень, конечно, красиво, но вот эта защита верхней этой части, потому что это все-таки металл. Действительно, внешний вид мне очень нравится, вот, не знаю, честно, сделали его, грубо говоря, немцы и вот по-немецки. То есть это вот как BMW, вот тех старых еще годов, когда вот ты берешь и понимаешь, что это такие BMW, а не то, что делают сейчас. Так, аккуратно я его переворачиваю, перевернул, вот посмотрите, сколько внутри виса. Так, из-за я его перевернул, потому что, потому что надо было делать все немножко по-другому. Ну, непривычно мне, что не надо вот так вот раз, и все. Вот, весь рис здесь, пыль рисовая, здесь, посмотрите, то есть, комната, по идее, была чистая. Да, но вопрос тогда, откуда взялась вот эта шерсть? Вот, откуда она, ребята, взялась? То есть, сила всасывания у пылесоса, естественно, очень и очень неплохая. Уровень уборки тоже очень и очень неплохой. Ну, банально, вот, всем скептикам, ребят, ну, вот, чистая комната, вот вам волосы, вот вам мелкая дисперсная пыль, и вот вам рис. В cleaning record записях вот осталась у нас тоже память. Вот, одна, вторая, третья. И, честно, даже немножко удобнее, чем у Xiaomi. То есть, мы раз, даже вот открыли карту. Я откровенно был скептик двух вот этих вот щеток, то есть, я всегда считал, что, в принципе, центральная лучше. Но, скажу вам так, нет. Почему? Потому что здесь достаточно хорошее получается, вот, такое, как вакуум, из-за того, что он близко расположен к полу, он всасывает себя вот именно по синюю эту штучку. А вот эти вот две, они загоняют мусор ему вот именно в пасть. Единственный момент, что, да, здесь на Кадарис, вот эти щетки, они могут его более раз по сторонам, раз, так сказать, раскинуть. Но, в то же время, там, где он проехал, я не вижу, что было бы особо грязно. И вот это, все-таки, я же говорю, вот это вот для меня показатель и доказательство. На чистом полу, где проезжал буквально часов пять назад сиамишный робот-пылесос, вот. То есть, робот-пылесос сделан, а, качественно, б, способен строить карту и строит ее, причем, качественно. Внешний вид вообще пять баллов. Единственный минус, который я хочу отнести к минусам, это невозможность зарядки, вот я не нашел, без базы. То есть, мы не можем просто воткнуть штекер и зарядить его, то есть, это такой вот небольшущий минус. Ну, не знаю, на самом деле, насколько оно будет использоваться, у меня всегда стоит на базе. Щетки мы можем легко снять, почистить, тоже снять, почистить. И, ребят, не пропустите следующее видео, у него уже будут баттлы на большой кухне, у него будут баттлы с роботом-пылесосом сяами. И посмотрим, кто же останется победителем. Так что, вся интрига впереди, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, все хорошего всем, пока-пока.